Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове достраивают три замороженных дома. Ожидается, что до конца года 300 обманутых дольщиков получат в них ключи от своих квартир, рассказали в областном правительстве. Так, для домов на улице Горбуновой 31 и Орджоникидзе 2Б были найдены новые подрядчики. Две секции дома на улице Современная 13 достраивает действующий застройщик квартал. Помимо достройки трех домов решается вопрос оставшихся 17 объектов. Это дома в Березняковском переулке 38 и 40, на Мичуринской 3, на Ленина 31, Пугачева 29А и 12 объектов в Новом Сергеево. Ранее было принято решение о выплате компенсации дольщикам этих объектов. Решение о сроках и размерах компенсации будет принято на заседании Наблюдательного совета Фонда развития территорий, куда уже переданы все документы по долгостроям в Кирове. Кировчан устроит зарплату в 40 тысяч рублей в месяц. Это одни из самых низких зарплатных ожиданий в ПФО. Эксперты платформы Headhunter проанализировали более 20 тысяч резюме кировчан и вычислили, что средняя ожидаемая зарплата в регионе составляет сейчас 40 565 рублей. Это 11 место среди регионов нашего округа. На чуть меньшие зарплаты согласны только жители Мариэл, Удмуртии и Чувашии. Если сравнивать со всей страной, то запрос кировчан на 17,5 тысяч ниже, чем в среднем по России. При этом есть сферы, где кировчане претендуют на довольно высокие заработки. Например, представители высшего и среднего менеджмента хотят получать более 80 тысяч рублей в месяц. Сферы развлечений и медиа – более 75. Самые скромные зарплатные притязания у работников фитнес-клубов, салонов красоты и магазинов. Они хотят получать не более 35 тысяч в месяц. В эфире «Экономика». Вместо снесенного павильона Октябрьского рынка хотят построить ФОК. Такой вариант использования территории обсудили на заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям Кировской гордумы. Глава администрации Вячеслав Семаков рассказал, что территорию на месте смесенного здания могут разделить на два участка. Первый – оставить под рынок для сельхозпроизводителей. На втором – построить ФОК. Депутаты такую идею одобрили и предложили дополнить ФОК улично-парковой инфраструктурой. Еще из вариантов построить там школу искусств. Также члены комиссии считают, что участок должен быть переведен в городскую собственность. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.